Ребяточки, сегодня мы пройдемся по хромофобии, поговорим про страх цвета, вообще немножечко поговорим о психологии цвета. А перед тем, как приступить к этому, я знаете, куда вас хочу пригласить? На марафон, который вы очень любите, между прочим, мужчина и женщина. Он был у меня на первом месте. Это будет пятый по счету марафон. Из четырех марафонов, которых уже проходили, это был самый-самый популярный. Значит, марафон уже называется не мужчина и женщина, а он плюс она. 5 октября, и посмотрите, вот это сейчас будет супер важная информация. Он у нас стартует 5 октября, а пятидневный марафон по часу каждый день, как обычно в 20.00 мы с вами будем встречаться. Стоимость, вот по поводу стоимости, очень внимательно сейчас слушайте. Стоимость такая. До 1 октября включительно 5000 рублей стоит марафон. После 1 октября он стоит 7500. Запись идет через мой инстаграм в личное сообщение. Вот здесь будет раз так и всплывать это все. Хорошо? Итак, погнали про цвета. Есть, между прочим, люди, и очень много, которые игнорируют цвета. Они вообще, как будто бы для них мир цветов, мир красок не существует. У меня, например, была близкая подруга, она уже сейчас не близкая, но это не важно. Она носила исключительно какие-то мышиные цвета. И обратите внимание, интеллектуальные люди, например, в университетах очень часто, научные сотрудники, они зачастую, такие философы, типа очень умные, они любят носить такие цвета черный, серый, болотистый какой-то такой, да. Почему они выбирают эти цвета, такие какие-то мышиные, приглушенные? Почему? У них очень у многих есть страх цвета. Но не страх, как панический страх самого цвета. Это не то, что означает, что у человека что-то случилось в детстве. Нет. Он боится выглядеть глупо, он боится выглядеть как тупой попсовый какой-то дурачок. И он всячески пытается сказать миру, что я интеллектуальный человек, я доктор наук, посмотрите, я одет в приглушенные тона. Обратите внимание, это реально очень часто бывает. И я свою подругу стала спрашивать, ну подожди, ведь мир он очень многообразный, он очень красочный, он очень яркий. Мир он точно такой же, как попугай. Посмотри, птицы, какие они разные, посмотри, какие разные цвета, цветы, да, насколько они многообразны. Рыбки в океане, какого прекрасного разного они цвета. Но мир он очень красочный, мир он очень разный. Почему ты выбираешь эту узость? И мы с ней пришли в нашей беседе к тому, что у нее есть страх быть нелепой. Что как будто бы если я возьму какой-то цвет, я рискую быть смешной. Я рискую выглядеть глупо, несуразно, как-то смешно. Люди будут на меня смотреть, а я не хочу этих взглядов. И надевая на себя этот серый мешок, я как бы априори становлюсь очень интеллигентной. Вот обратите внимание, серый цвет, он зарекомендовал себя как вот такая очень утонченная натура, которая очень интеллигентная, совершенно никакая не пафосная, такая довольно аскетичная, правильная женщина или мужчина. Вот этот вот серый цвет, мышененький такой. Хотя я очень люблю вот этот, кстати говоря, видите, диванчик у меня довольно тоже такой серый. Я люблю этот скандинавский серый цвет, конечно. Он действительно, в нем есть какое-то благородство, понимаете? Вот как будто бы вот если ты надеваешь серый цвет, то все, ты вот благородная натура. Причем даже если мы возьмем самые дорогие марки, марки Шанель, к примеру, это черно-белый цвет, то есть нет цвета. Белый цвет – это нет цвета, и черный цвет – это тоже нет цвета. А серый цвет – это цвет смесь белого с черным, это серый цвет. Вот это вот считаются самые такие благородные цвета на сегодняшний день. Потом по поводу вот этого цвета я хочу что еще сказать. Очень важно понимать, что в каждой культуре цвет обозначает что-то свое. То, что будет в Индии, совершенно противоположным будет в России. В Индии белый цвет – это цвет траура, в России черный цвет – это траур, а белый цвет – это свадьба, невинность. Поэтому тут тоже это стоит понимать, вот эту культурную особенность цвета. Хорошо, что еще я хотела сказать про сами цвета. Ну, такие небольшие характеристики. Кто у нас любит красный цвет? Напишите. Кто любит красный цвет носить? Я, например, красный люблю в каких-то деталях. Например, мне нравятся ногти сделать красными. Но все надевать красное, красное полностью платье, красная рубаха – это очень эротично, очень агрессивно. Это очень страстный цвет. Это цвет того, что нужно сделать немедленно. Это цвет, который увеличивает наш пульс. Это кровь, это органы, это сердце. Это вот она, вот это что такое очень-очень горячее. Вот что такое красный цвет. Это, между прочим, Бистро часто используют этот красный цвет, и как Кока-Кола, Макдональдс, для того, чтобы ты зашел и очень быстро съел, немедленно и ушел. Потому что в красном цвете засиживаться невозможно. Он безумно будоражит, очень возбуждает. Оранжевый тут, сюда же, на самом деле, оранжевый – это тоже очень близко сюда же, к этому цвету. Красному схож. Так, что еще я хотела сказать про цвета? Про кислотные два слова хочу сказать. Про кислотные цвета – это кто, вот, кстати говоря, моего возраста, скажите, пожалуйста, кто моего возраста? Когда были 90-е годы, открывались ларечки, и в этих ларечках продавались шнурки. И вот шнурки были ярко-ярко-ярко-желтого, кислотного такого цвета, ярко-желтого, ярко-зеленого, ярко-розового. Потом маркеры, ну, как сейчас маркеры, допустим, есть, да? И вот тогда это были первые такие яркие краски. Это просто будоражило и взрывало мозг. Сегодня этот цвет активно используют подростки, и спортивная форма шьется в этот цвет. Кроссовки, которые призывают вас к действию, поднимают, разгоняют энергию, что ты можешь бежать быстрее, 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 быстрее. Это то, что заставляет тебя проснуться, это то, что будоражит очень сильно, да? Мы не будем сегодня по всем цветам пробегаться возьмем. Нет, несколько только, которые мне интересны очень особенно. Если говорить о желтом цвете, то это солнышко, то это очень тепло, то это такая улыбка, это что-то такое очень позитивное и доброе, и легкое. Хотя желтых есть огромное количество. Вообще палитра желтого цвета, она безгранична. И есть цвета, которые выглядят так грязно, и такая она какая-то дешево, дешманский такой цвет, желтый. Ой, у меня так болит голова, ребята, посмотрите, это мой кофе. Это вот этот таблеточный кофе, такой крепкий. Ну ладно, значит, ребята, сейчас мы перейдем к фобии. Два слова про фобию с вами расскажем, да? Еще я хотела вам вот что сказать. Посмотрите, пожалуйста, фильм. Сегодня же у нас с вами понедельничек. Видите, я две недели не снимала видео, и немножечко я такая, как бы это сказать, такая своеобразная женщина. Так, фильм называется... Господи, боже мой, ну почему это все так криво-косо сейчас? Подождите. Подождите. К чему-то прекрасному. Вот, фильм называется К чему-то прекрасному. Мы его будем с вами в этот четверг разбирать, друзья мои. К чему-то прекрасному. Запомнили? Так. Ну ладно, я напишу в описании этот фильм более подробно, да, к чему-то прекрасному. Как, по-моему, 2010 год, к чему-то прекрасному. В общем, классный фильм, очень глубокий, мне очень понравился. Посмотрите, он вам тоже безумно понравится. К чему-то прекрасному. Шведский фильм, шведский. Ну вот, я две недели не снимала видео, немножечко такая я какая-то, да, рассеянная. Ну ладно, возвращаемся к цвету. Значит, что касается синего, например, ярко-ярко-синего цвета, ярко-синего цвета, это попытка привлечь внимание, когда человек надевает что-то такое, синий свитер какой-то, да, синее платье какое-то, что-то такое очень ярко-синее, оно, это такая потребность привлечь максимально сильное внимание к себе, да, как вот у павлина хвост, он такой ярко-ярко-синий, что обратите на меня внимание, есть такая даже нотка истероида немножечко. Кстати, истерички, они очень любят вот эти яркие цвета. И если вы видите женщину, которая надевает на себя платье, такие оранжевые смеси с красным, но ярко-желтым, это все оляпистое, какие-то, вот это чаще всего бывает безвкусно, согласитесь, чаще всего это бывает очень безвкусно, и это очень истерично. Это вот одна из таких характеристик, да, женщина, которая любит вот эти серьги какие-то красные, перламуты, тут же розовая, нет уже терракотовая какой-то. В общем, все цвета сразу на себя радуги одеть. Это вот такая безвкусица, чаще всего это безвкусица, потому что надеть на себя множество цветов и при этом не быть безвкусным сложно. Такое у некоторых людей получается, но это сложно. И это сложно, ребята. Как вам эта камера, кстати говоря, Canon G7X3? Она, знаете, чем проста? Да, она маленькая такая, поставила и снимаешь. Ну ладно, посмотрим, как у нас с вами она все пойдет. Так, про, 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 про фобию давайте. Когда у человека происходит какое-то событие психотравматическое в детстве, и там фигурировал очень ярко этот цвет, ну, например, чаще всего это бывает красный цвет, что-то такое произошло, да, кто-то кого-то избил, кто-то кого-то убил, и в дальнейшем, мы, кстати, будем с вами разбирать Альфреда Хичкока фильм «Марни», классный тоже фильм, однажды мы с вами его разберем, там вот девочка боялась красного цвета, было психотравмирующее событие, при котором она видела вот эту вот яркую кровь, как ее мама замочила мужика, который приходил потрахаться к ней вечером, да, мама мочканула мужика, и вот эта кровь настолько впечатлила ребенка, что в дальнейшем сформировалась стойкая фобия этого красного цвета, да, то есть человек избегает надевать эту одежду, и если он где-то видит этот цвет, например, это начинает вызывать у него самые разные панические состояния, да, он срочно хочет убежать, отделаться от этого. Цвета могут быть самые-самые разные, да, просто говорю, что красное довольно часто это именно красный цвет. Также цвета могут вызывать неприятное телесное ощущение, вот ровно как звук, да, как скрип по стеклу какой-то, да, что-то вот такое, вот человек видит цвет, это вызывает, вот может вызвать даже какую-то боль неприятную, это также может являться якорем, то есть нечто случилось когда-то, и каким-то образом человек сфокусировался и пронес это на протяжении всей своей жизни, и этот якорь можно и нужно менять. Собственно говоря, когнитивно-поведенческая психотерапия, она вот в этом смысле передовик, что она меняет этот якорь один на другой, точно так же, как и запах духовки вспоминается. Вы когда чувствуете запах какой-то, у вас сразу вспоминаются прежние события, но если этот запах будет повторяться при других условиях, то впоследствии те старые события сотрутся и будут уже более свежие события всплывать на этот самый запах. То же самое музыка. Вот вы вспоминаете, слушаете какую-то музыку, вы сразу вспомнили какие-то события давности какой-то столетней, но если вы будете эту песенку слушать, 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 то через год у вас всплывут уже события не столетней давности, а те, что были год назад. Понимаете, да? То есть этот якорь может легко смещаться, и если якорь мучительный, то когнитивно-поведенческая психотерапия вам в помощь, меняйте этот якорь очень легко. Делаете эти экспозиции периодически, погружаетесь в эту среду, и уже при других условиях. Все. Тот же красный цвет, например, которого вы избегаете, которого вы боитесь, вы напротив делаете все, чтобы идти к нему навстречу, и тогда якорь будет потихонечку меняться. Все, этот рефлекс будет угасать, и батарейка заканчивается, и все будет успокаиваться. И с красным будут совершенно другие уже ассоциации у вас всплывать. Какой еще мы цвет с вами выберем? Ну давайте белый, мой любимый. Белый цвет невинности, белый цвет открытости, цвет чего-то такого прекрасного, какого-то потустороннего светлого мира, рая какого-то, да, цвет невесты, цвет какого-то праздника, что все очень хорошо, что впереди такое светлое будущее. Правда же? Вот это вот что-то такое очень-очень легкое, очень воздушное, очень невесомое. Когда, ну это про белый цвет, например, голубой цвет или светло-зеленый цвет, такой голубой-зеленый цвет, это такие успокаивающие цвета. Это самые лучшие цвета, между прочим, для спальни. Если вы думаете, какой выбрать цвет для спальни, чтобы он вас успокаивал, то это голубой цвет, небо, да, такое все хорошо, все замечательно. Человек успокаивается, именно поэтому детские садики, школы, поликлиники, больницы часто выбирают именно такой цвет, чтобы успокаивать своих подопечных. Все, вот это такой прекрасный, успокаивающий цвет. Что мы еще, какой с вами можем вспомнить цвет? Ну давайте зеленый. Например, зеленый цвет часто выбирают женщины и мужчины, у которых рыжие-рыжие, огненно-рыжие волосы. И действительно зеленый цвет к рыжим людям безумно подходит. Это такое какое-то интересное стильное сочетание. Они такие белокожие часто бывают. Рыжие, огненные волосы. И вот они носят зеленые одежды. И это что-то такое про здоровье. Зеленый цвет – это что-то про траву. Аптеки часто используют этот зеленый цвет. Что это какой-то здоровый образ жизни. Что это цвет какой-то молодости. Что все, такой заряд бодрости и энергии. Зеленый цвет. Опять же, гамма и палитра бывает самая разная. Чем больше зеленый уходит в болотистое, тем меньше это будут покупать. От болотистого люди стараются сторониться. На самом деле есть целая психология цвета. И маркетологи непременно этим пользуются. Если взять, например, опять же к якоре, наш якорь, мы привыкли, что сгущенка голубого и белого цвета. И у нас, если даже будут из голубого и белого цвета делаться какие-то там памперсы, прокладки, туалетная бумага, салфетки и так далее, у нас будет желание это купить, потому что это будет ассоциироваться с чем-то таким сладким. Это уже какой-то якорь. Вот и все. Поэтому флаги также делаются. Допустим, красно-белый, желтый, или красный-белый, синий-голубой. Или какой-то логотип делается из определенных цветов. Или команда выбирает себе какой-то цвет. И это все не просто так на самом деле. Но опять же, это очень-очень спорно, потому что здесь замешаны приматские вещи. Мы же с вами социальные животные. И уже на уровне какой-то биологии на протяжении миллионов тысяч лет у нас сформированы определенные условные рефлексы на эти цвета. Что-то для нас является ядовитым. И поэтому не будем это есть. Мы будем этого бояться. И будем этого остерегаться. Что-то напротив нас будет будоражить. Мы будем на это пускать слюну на что-то такое. Это будет поднимать какие-то вкусовые рецепторы в нас. Поэтому цвет это безумно-безумно-безумно интересно. И действительно, у нас было целое отдело, где работали в университете, где у нас были психологи, психологи-рекламщики, которые непосредственно занимались темой цвета. Я вот ни разу не снимала тему цвета и подумала, а почему я такую тему вообще обошла странную? Надо хоть два слова про нее сказать. Правда же? Про этот цвет. Напишите ваш любимый цвет. Вот про черный цвет, например. Это не цвета, а черный цвет. Черный цвет. Кто у нас любит черный цвет из людей? У нас черный цвет любят рокеры, правда? Любят интеллигентные люди, элита. Черный цвет тоже очень много. Черный цвет – это цвет траура и печали, и депрессии. Ребенок берет черный цвет и что-то рисует, когда он находится в очень встревоженном и опечаленном состоянии. И психолог обязательно должен отреагировать на этот черный рисунок у маленького ребенка. Почему ребенок выбрал черный карандашик, мелочек или фломастер, или краску? Почему именно черный? Поэтому черные часто любят люди, которые не хотят, чтобы к ним приближались. Он как бы отпугивает этим черным. Вот эта вся такая готическая культура. Не подходи ко мне, я надел черный плащ, чтобы ты ко мне... Я видишь, какая ведьма, я видишь, какая опасная женщина. Я из ада. Это что-то такое потустороннее. Я черт, я темная сила. Не подходи ко мне, у меня черная помада, черные тени, черный плащ, черные ногти. Поэтому отойди, не смей приближаться. Это тоже про желание отпугнуть. Вся вот эта культура, например, подростковая черная, она часто скрывает в себе тут и страх, и печаль какую-то, и надрыв, и суицид какой-то. Все вместе, иногда пограничное даже состояние. Вот этот черный цвет. Видите, как много в себе черный ворон. Что-то такое может нести в себе этот черный цвет. И вместе с тем, это любимый цвет шанель. Это такая интеллигентность, благородство вроде бы. Я черный тоже очень люблю. Такой беспроигрышный вариант. Если ты хочешь выглядеть дорого, просто оденься в черный. Просто надень строгое черное платье, строгие черные туфельки, и ты будешь выглядеть очень дорого. Ой, господи, почему у меня так болит голова? Сейчас я выпью аспирина. Котики мои, выпью аспирин. Как вам мой задний план? Видите, вот квартирка вот такая, интересненькая. Переезжаю через три недели, переезжаю уже в другую квартирку, там будет другой задний план. Так, сейчас погодите. Про цвета вроде сказала. Их существует огромное множество, поэтому этих цветов... Ну, основное мы с вами разобрали. Красный, желтый, зеленый, черный, белый. Да? Яркие вот эти цвета, как их нерки. Кислотные цвета. Ну, ладно, я сейчас пойду выпью этот самый, как я вам... Пойду выпью, ну, короче, выпью, пойду аспиринчик. И буду снимать вам киношку. Разбор фильма буду делать. Да? Все, мои дорогие. Значит, вы помните, вам нужно прийти ко мне на марафон. Про марафон я в описании все подробно напишу. Как и что. Хорошо? Ролики под описанием. Ну, и все. А предыдущие марафоны, которые вы пропустили, шикарные марафоны, вы можете также купить на моем сайте veronikastepanova.com Заходите и покупайте. Все те марафоны, которые были, но уже в записи. Конечно, интереснее на марафоне участвовать онлайн непосредственно. Когда вы что-то пишете, я вам... Я вижу, что вы пишете, я вам тут же отвечаю, я вижу ваши эмоции, как вы плачете, как вы смеетесь, как вы меня можете критиковать или напротив хвалить. Да, я с вами иногда как-то ругаюсь, там что-то вам объясняю. Это очень-очень такое интерактивное живое общение. Все, я вас целую, обнимаю, дорогие мои. До встречи. До встречи. До встречи когда-нибудь.